Волейбольному центру «Быть» президент страны поддержал проект новой спортивной арены в Ярославле. 9 тысяч ярославцев могут остаться без газа. Отсутствуют договора на техническое обслуживание внутри квартирного газового оборудования. А вот в районы газ пришел. В деревне Андреевское запустили новую котельную. Мебель испорчена, дома погасились. Возможно, фундамент у нас уже этого дома повело. Вода отступила, власти и жители региона оценивают ущерб от потопа. Люди довольны. В Мышкине всем дали новые квартиры. Абсолютно всем, кто раньше жил в аварийном жилье. Многолетний план город выполнил в рекордные сроки. Африканский хищник в ярославских снегах. Она была изъята в марте 2018 года у фотографов. Молодая львица уже нашла контакт с ярославским львом. Зоопарк представил нового обитателя. В эфире первого ярославского итоговый выпуск программы «День в событиях». В студии Павел Волков. Здравствуйте. И начнем с важной спортивной новости. Ярославль получит средства из федерального бюджета на строительство современного волейбольного центра. Об этом в начале недели сообщил губернатор области Дмитрий Миронов. Проект получил поддержку президента страны Владимира Путина. Новый комплекс станет домашней площадкой для клуба «Ярославич». Также в нем будут проводиться крупные концерты, форумы и выставки. Что касается матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года, то они пройдут в арене 2000. Многофункциональный комплекс определен организаторами в качестве основного места проведения матчей чемпионата мира, которое примет Ярославль в 2022 году. Это гарантирует, что крупные соревнования пройдут в строгом соответствии с международными стандартами. Что касается нового волейбольного центра, он станет одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов региона. Обсудили детали с председателем наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола Николаем Патрушевым. Решено, что новая площадка будет использоваться не только для тренировок и матчевых встреч нашего клуба «Ярославич», но и станет доступной всем ярославцам для массовых занятий самыми разными видами спорта. Новый спорткомплекс впечатляет не только своими размерами, но и разнообразием применения. Кроме волейбола здесь можно будет заниматься плаванием, пляжным футболом и не только. Какие еще есть особенности у новой площадки, расскажу прямо сейчас. Вот он, новый спорткомплекс. Будет стоять на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Марголина. Согласитесь, масштаб впечатляет. Размер участка как небольшой частный сектор по соседству. И здесь легко можно поместить семь футбольных полей. Надеюсь, любители волейбола не обидятся и простят мне такое сравнение. Тем более футболистам в новом комплексе место тоже найдется, но об этом чуть позже. В основном зале, а выглядеть он должен примерно вот так, с трибун. За играми в том числе и мирового класса смогут наблюдать 6 тысяч зрителей. Предусмотрены места для инвалидов, их 45. Командам сделают 6 просторных раздевалок, журналистам пресс-центр и зал для конференций на 150 человек, комментаторские комнаты и удобные площадки для видеокамер. Поэтому не расстраивайтесь, если билетик на матч купить не успеете. Все детали увидите по телевизору. Во втором корпусе можно будет следить за тренировками спортсменов перед играми. Здесь будет две площадки и трибуны на 500 мест, а в третьем корпусе и вовсе разместят бассейн для проведения соревнований на короткой воде, тренажерный зал и спа-центр. В общем, не только спортом высоких достижений можно будет заниматься, но и оздоровительной физкультурой. Также могут сделать и отдельный павильон для пляжного волейбола с подогревом песка на минуточку и трибунами почти на 500 мест, тремя площадками. Их при необходимости можно будет переделать в поле для пляжного футбола. А еще вокруг центра будет большая парковка на 840 мест, зеленая зона, гараж, контрольно-пропускные пункты. В общем, стройка масштабная. Сейчас проект проходит экспертизу в федеральном ведомстве, после чего назовут окончательную стоимость волейбольного центра и дату, когда он должен появиться. Что же касается Арины 2000, то она полностью отвечает всем требованиям Международной Федерации волейбола и готова хоть завтра принять матчи чемпионата мира. Что уж говорить про 2022 год. Кроме того, уже в мае этого года Ярославский универсальный культурно-развлекательный комплекс примет российский этап волейбольной лиги наций. Это будет своеобразная репетиция чемпионата мира, а состав группы участников возможно и посильнее, чем тот, который пожалует в 2022 году. Судите сами, в арене сыграют действующие победители лиги наций россияне, действующие чемпионы мира поляки, бронзовые призеры последнего первенства планеты американцы и также сборная Австралии. Тоже, знаете ли, крепкий орешек. Так что с нетерпением будем ждать конца весны. Турнир пройдет с 29 по 31 мая. А сейчас к другим темам. Вода ушла, но проблем меньше не стало. В области начали подсчитывать ущерб, причиненный февральским паводком. Основной удар большая вода нанесла по домам, находящимся в прибрежной зоне. Владельцы многих из них до сих пор не могут попасть внутрь. Деревянные постройки попросту сковало льдом. Масштабы ущерба на месте оценила Дарья Коз. Так с лопатой и топором семья Кныжовых пытается попасть к себе в дом. Дверь заледенела, но это еще полбеды. И самое неприятное ожидают внутри. Новый ламинат покрылся коркой льда. Почти все вещи в доме испорчены водой. Дачу надо большой ремонт делать. Вода стояла до метра уровня. Все сырое, мокрое. Все упало. Все в снегу. Но больше всего местные переживают, что по швам разойдутся сами дома. Фундаменты несколько дней стояли в воде. Потом резко оказались закованными в лед. У одних кирпичная кладка сошла вместе с потопом. У других поехал весь дом. Повело, потому что нет параллельности окон, параллельности воды, как она стояла. Действительно, возможно, фундамент у нас уже этого дома повело. Мебель сейчас находилась в воде. Там сделан ремонт. Достаточно уютный, теплый дом. Все перебрали его летом. И вот такой казус случился. То есть сейчас сюда попасть фактически невозможно. Сейчас поселок Макарево и его окрестности превратились в одну сплошную ледяную глыбу. Затоплено более 300 домов. Причем толщина льда такая, что можно спокойно миновать двухметровые заборы. И в подобной ситуации оказались жители сразу нескольких районов области. Еще в начале прошлой недели в дачном поселке Подтоношной под воду ушли более 200 участков. Затонули, а потом замерзли дома и в Заволжском районе Ярославля. Вот я в дом. Вот, как будто побывал на мае. Тонуть Ярославская область начала с 30 января. Рыбинская ГЭС пустила в Волгу слишком большое количество воды. А вот следующее по течению Горьковская сбросы не увеличило. И на реке в Некрасовском районе образовался ледяной затор. Сейчас он полностью не устранен, но стремительно уменьшается. Затор размывается. Об этом говорит и пропускная способность водохранилища. Если размыв идет 20, уменьшение идет 20 метров, 20 сантиметров в сутки, то вот смотрите, неделя может быть меньше. Сейчас уровень воды в Волге на полтора метра ниже критической отметки. Замеры делаются каждые два часа. Гидрологический пост этот и еще в Тутаеве, Рыбинске, Красном профинтерне были переведены на шестиразовое наблюдение в сутки. В основном это в дневное время. Практически каждые три часа уровень воды передавался в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечивал все организации, которым необходим был этот уровень. Два часа назад снимали с него, он упал еще на 4 сантиметра. Также сейчас в муниципальных районах создаются комиссии, которые оценят ущерб от затопления. Правда, пока не ясно, кто его будет возмещать. Дарикос, Сергей Мазилов, День в событиях. Между тем, режим повышенной готовности в регионе сохраняется. В четверг сброс воды на Рыбинской ГЭС был увеличен с 1500 до 1700 кубометров в секунду. Область уже направила в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о сохранении режима мощности ГЭС на уровне 1500 кубометров. Это необходимо, чтобы обеспечить благоприятную гидрологическую обстановку на Волге. В рамках работы оперативности Главное управление сохраняет режим и работает межвестная группа. Я прошу все оперативную информацию предоставлять для того, чтобы можно было сразу формировать заявку и обращаться в Росводный ресурс для принятия мер возможности. По нашему мнению, вкладывающаяся ситуация, это крайне неправильно, потому что мы только констатируем факт уже чрезвычайной ситуации и начинаем ее мониторить. Но мы должны работать, наверное, вместе на предупреждение. Как стало известно накануне, Росводный ресурс приняли решение сбрасывать воду по 1700 кубометров в секунду до 20 февраля. У владельцев домов и дач в зоне подтопления большой ремонт еще впереди, а вот 60 человек из Мышкина о режиме постоянной стройки наконец-то забыли. Они были последними обитателями ветхих домов в городе. Вместе с их переездом в новые квартиры завершилась и программа по переселению из аварийного жилья, рассчитанная до 2025 года. Все подробности далее. Это лишь одна песня из собственного репертуара Геннадия Цыганова. За свою жизнь таких он написал много. Всегда и везде душа компании. Одна из любимых композиций посвящена первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Их первая встреча настолько запала в душу музыканта, что он так и назвал свою песню «Я видел вас один лишь раз». «Я видел вас один лишь раз» «В разгар поры веселья» «Теперь храню я в душе своей семейной». В новую квартиру на улице Строителей в Мышкине Геннадий Цыганов переехал всего неделю назад. Из аварийного жилья на этой же улице, где люди в прямом смысле слова выживали. Пенсионер вспоминает, целый год не было воды и газа. Добрые люди помогали, чем могли. Теперь свой юбилей Геннадий Иванович отметит уже в новом жилье. Он, к слову, ровесник Великой Победы. В новой квартире пенсионер уже успел обустроиться. Дверь новой поставил. Теперь балкон должен через 2-3 дня привезти, сделаю, оформлю. Потом уже занавески, все прочее, прочее. Свою новую квартиру получила и Ольга Шалашова, ей 86. Всю жизнь проработала ветеринаром. В доме, признанном аварийным, женщина прожила почти 70 лет. Сейчас в одной из комнат новой двушки уже идет ремонт. Здесь пенсионерка будет жить вместе с внуком. Все условия. Самое главное для меня, конечно, это тепло. Что я буду ходить в тапочках, а не в валенках сидеть. И без фуфайки буду в халатике бегать. Благодаря региональному департаменту строительства Мышкин стал первым в области, где полностью выполнили программу по расселению аварийного жилья. До конца этого года нужно было переселить 64 человека из 30 жилых помещений общей площадью более 1000 квадратных метров. Они признаются аварийными на основании заключения независимой организации. На основании данного заключения уже в рамках 47-го постановления правительства Российской Федерации межведомственная комиссия Мышкинского района либо другого муниципального образования, на котором расположен аварийный фонд, признает данный дом аварийным, вносит постановление, устанавливает срок его расселения. Данный район являлся самым старым в городе Мышкин. И благодаря поддержке правительства Ярославской области мы все-таки в будущем планируем сделать его и самого старого, и самым современным, и самым молодым. На финансирование программы выделили более 50 миллионов рублей, 49 из них – средства фонда. В 2020-м областным профильным департаментам поставлена задача расселить более 9 тысяч квадратных метров. Новое жилье должны получить 522 жителя области. Никита Белохвостов и Евгений Бушуев в День Событиях. Счастливыми новоселами могут стать и обманутые дольщики самого старого долгостроя в поселке Красный Бор. Более 150 человек до конца месяца получат выплаты за квартиры, в которые должны были въехать еще в 2011 году. Деньги перечислят из Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства. Как работают новые механизмы, кому полагается выплата, расскажем далее. В долевое строительство Анна вложилась 10 лет назад. Ее однушка находится на седьмом этаже. Но вот сам дом построен только до шестого. Стройка встала в кризис, а дальше история как под копирку. Подрядчик обанкротился, многочисленные суды денег не вернули. Но сегодня девушку с этой разрухой больше ничего не связывает. Находясь здесь, на этом месте, мне хочется все забыть. Получить деньги, купить квартиру и забыть все эти годы, которые прошли в ожидании окончания строительства. Квартира у меня была однокомнатная, 45,68 квадратных метров. Ну, соответственно, сейчас у нас будет выплачено по рыночной стоимости за эти квартиры. И я смогу приобрести такую же однокомнатную квартиру. Деньги за жилье, которого ярославцы так и не увидели, выплачиваются из Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства. Претендовать на них могут течь и дома за годы простоя стали непригодными для достройки. Причем выплачиваются деньги с учетом инфляции. Долго этого ждали. И пришли в фонд Дом РФ, который был недавно создан. Подали документы и ждем выплат. То есть они примерно дней через пять уже должны быть выплаты. Нет, документов немного. Это выписка из реестра требований. ИНН нужно знать свой. Ну и паспортные данные. Только благодаря денежной выплате в этом году долгожданное жилье смогут обрести порядка 400 ярославцев. Отмечу, Ярославская область в числе первых регионов России, где применяется этот механизм на практике. Был создан специальный фонд на федеральном уровне. И учитывая то, что большая часть федеральных средств и часть региональных средств консолидируется, мы можем осуществлять такие выплаты. Порядка, наверное, 15 регионов на сегодняшний день в этой программе участвуют. Ну, постепенно будут другие регионы, но Ярославская область находится в авангарде по процессу. Всего в этом году региональные власти намерены решить проблему сразу по 19 домам. А это значит, долгожданное жилье обретут почти 2000 ярославцев. Дарик Кост, Денис Ромашов, День в событиях. Тем временем почти 9 тысяч человек в Ярославле могут остаться без газа. В городе начали отключать голубое топливо тем, кто не заключил договор с обслуживающей организацией. Чем это чревато и какие еще грозят санкции, расскажем далее. Здравствуйте, мы пришли отключить у вас газ. Утреннее появление газовщиков большинство жильцов новенькой многоэтажки на улице Чехова встретили с недоумением. Я документы подала, вот там ищите, отключать я не дам вам, потому что все подано. Пришло во вторник, и в пятницу, как в свободное время появилось, сразу поехал на Цветочную улицу заключать договор. На оформление договора компании дается 10 дней. Если к этому времени документов не будет, собственники квартиры рискуют остаться либо без газа, либо с административным штрафом. Отказ в допуске является основанием для вынесения административного правонарушения. Эта информация будет передана в Государственную жилищную инспекцию для возбуждения административного производства. Меры этой являются вынуждены. Газовое оборудование необходимо регулярно проверять и правильно содержать, чтобы избежать несчастных случаев. С 1 января 2020 года собственники квартиры должны либо сами заключать договор, либо поручить это управляющей компании. Собственникам квартир, у кого отсутствует этот договор, есть два пути решения. Либо организовать общее собрание собственников, на котором наделить управляющую компанию полномочиями заключить договор от их имени со специализированной организацией на техническое обслуживание внутри квартирного газооборудования, либо принять решение самостоятельно каждому собственнику заключить этот договор. Однако многие не торопятся это делать. В одном только Ярославле без газа рискуют остаться 9 тысяч абонентов, 7 из которых жители Заводского района, а 314 человек уже отключены от системы газоснабжения. Наталья Антонова, Сергей Ватин. День в событиях. А в Борисоглебском районе напротив газ не отключают, а подводят к домам жителей. В деревне Андреевское вслед за детским садом на голубое топливо перешла и школа. Теплоснабжение учреждения теперь обеспечивает новая газовая модульная котельная. Подробнее Ксения Старцева. Батареи горячие, все замечательно. Горячие батареи для Андреевской школы теперь норма. Перебой с отоплением в прошлом благодаря новой газовой котельной. Отопление равномерное и во всей школе сейчас тепло. Вот это, наверное, самый главный плюс газовых котелин. То есть это у нас цивилизация к нам пришла. Прежде школа отапливалась в старой угольной котельной, но периодически случались перебои. Теперь же управление осуществляется дистанционно. При малейшем сбое обслуживающая организация получит уведомление. Котельная строилась в течение полугода. Цена вопроса 5,5 миллионов. На котельную были потрачены деньги как в бюджет Ярославской области, так и софинансирование бюджета района. И все прекрасно видите, какая она есть на свежий день. Прекрасная газовая котельная. Сейчас теплом обеспечены детский садик, школа и дом культуры. Полным ходом идет газификация жилого сектора. Учителей тепло радует не только на работе, но и дома. С печным отоплением приходилось гораздо сложнее. Приходилось вставать и в 5 утра, приносить дрова, растопливать печку, чтобы дом не остывал полностью. А придя с работы в 4 часа, приходилось заново топить печку, опять приносить дрова и топить печку. А теперь с газом мы живем, можно сказать, даже как белые люди. Просыпаемся, тепло. Как белые люди скоро заживут и в других деревнях района. Работы по газификации продолжаются. В планах на 2020-й строительство межпоселкового газопровода высокого давления протяженностью более 8 километров. По той же областной программе планируется ввести в эксплуатацию газопровод в селе Мясниково и деревне Высочково протяженностью 3 километра. Перевод на газ значительно снижает себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, ликвидирует расходы, связанные с доставкой ресурса на котельную, значительно увеличивает коэффициент полезного действия оборудования на котельной и значительно снижает выбросы в атмосферу. Также по областной программе газификации в этом году планируется построить еще две блочно-модульные котельные в селе Курба и деревне Иванищево Ярославского района. Ксения Старцева, Денис Ромашов. День в событиях. Уделяют внимание и противоположные стихии. В воде, в рамках приоритетного национального проекта экологии и федерального проекта оздоровления Волги, в нескольких населенных пунктах области ведется реконструкция очистных сооружений. Например, в поселке Каменики Рыбинского района. Оценил стройку Денис Крюков. Работа по реконструкции очистных сооружений и канализации в поселке Каменики идут полным ходом. Причина прежняя устарели. Эти сооружения были построены, как мы понимаем, в 70-е годы. В связи с тем, что при очистке стоков выделяется азот, который пагубно влияет на бетон. И, по сути дела, сооружения пришли в негодность, что не обеспечивало норм санитарных по сбросу стоков. Главная цель возведения новых построек в Камениках – улучшить очистку сточных вод, идущих в Волгу и Рыбинское водохранилище. Новое и современное оборудование полностью предотвратит вредные выбросы хозяйственно-бытового происхождения. Очень остро встал вопрос о качестве воды в наших и в Рыбинском водохранилище, и в Волге. Здесь, наверное, самое главное важное значение – это водоохранное, природоохранное, экологическое. Это здоровье, сбережение нашего населения, как потребителей воды, да, и того, что в воде водится, о рыбе, да, речи, если вести. В 2019 году в Камениках выполнена работа по устройству монолитных фундаментов и монтаж каркасов зданий, механического обезвоживания осадкой, здания доочистки и обеззараживания стоков. Для нормального функционирования нового оборудования специально была построена и котельная. В новенькой котельной уже установлено все необходимое оборудование. Осталось лишь провести газ, теплотрассу, электричество. Ну и, конечно же, дождаться завершения работ по строительству очистных сооружений. Реконструкция объектов проводится в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Здравление Волги» в Рыбинском муниципальном районе и в поселке Судоверфь. В 2019 году начали строительство шести объектов на территории Большесельского, Некрасовского, Некаузского, Рыбинского и Тутайского района. Все объекты, за исключением Тутайского муниципального района, переходящие со сроком завершения работ в 2020 году, объект в Тутайском муниципальном районе на следующее время готовится к заче в эксплуатацию. Финансирование по реконструкции очистных сооружений и канализационных стоков в области составит более миллиарда рублей. Планируется реконструкция объектов в Рыбинском и Углическом районах. В Камениках и Судоверфи работы планируют завершить уже осенью. Денис Крюков и Денис Сахаров. День в событиях. Самым известным праздником на этой неделе был, конечно же, День всех влюбленных. Его отмечали 14 февраля, однако с 2012 года в календаре под этой датой появился еще один праздник. День книгодарения. В Ярославле в преддверии него стартовали сразу несколько акций, одна из которых организована областной детской библиотекой имени Крылова. Если вы считаете, что книги в наше время уже никто не читает, то мы вас в этом сейчас попробуем разубедить. Дети закричали ура, кричали ура, прыгали, спрашивали, а вот это вы заказали для нас? Заказала все по вашему желанию. Так дети обрадовались новым книгам. Юные заядлые читатели уже ждут свой заказ. А помочь собрать его можем мы с вами. Всероссийская акция «Подари ребенку книгу» проводится в Ярославской области уже четвертый год подряд. И для таких небольших библиотек, как Белосельская, является хорошим подспорьем. 13-летняя Маша Проворова – постоянный читатель. Признается, хотелось бы побольше новинок. Я очень рада, так как библиотека у нас маленькая, книжки есть, но их немного. И мне сказали, что в списке привезенных книг будут те книги, которые именно мне очень нравятся. Мои дети много читают с раннего детства и очень любят приходить в библиотеку и подержать в руках книгу, и почитать ее не в электронном варианте в интернете, а вот подержать в руках настоящую книгу. Сегодня в селе Белое проживают около 400 человек. Из развлечений у местной детворы ДК до библиотека. В фонде больше 6000 книг, но этого мало, признается библиотекарь и единственный сотрудник Валентина Петрова. В этом деле она почти уже 30 лет. Сама придумывает для школьников сказки и организует мероприятия. Рассказывает, дети, в отличие от взрослых, любят читать, но книг в сельской библиотеке не хватает. Ну вот несколько книг у меня есть Гарри Поттера, например, а хотят его читать сразу три человека. И это очень долго, ведь не все читают быстро, да, всем хочется. Если люди нам, в нашей библиотеке подарят эти книги нашим детям, то мы будем очень благодарны. Чтобы поучаствовать в акции и помочь Белосельской библиотеке, достаточно принести книгу в областную крыловку. Акция «Подари ребенку книгу» продолжается на нашей земле, на Ярославской земле уже четвертый год. За это время мы собрали 2041 книгу. Это стопка величиной с 12-этажный дом. Мы собираем книги в особую библиотеку, Белосельскую библиотеку Пашихонского района. Это маленькая библиотека, в которой, тем не менее, читают дети, мало того, что всего Белого села, но еще и ребятишки 15 окрестных деревень. Время для акции выбрано не случайно. 14 февраля – Международный день книгодарения. Детскую литературу от ярославцев до конца месяца ждут по адресу Володарского, 59. Никита Белохвостов, Николь Герблиц, Сергей Мазилов и Денис Ромашов. День в событиях. На этом еще не все новости. Продолжим подводить итоги во второй части выпуска. Тащит хлам со всей округи. Соседи устали от мышей и тараканов. Не пущу! В ростовском районе пенсионерка превратила квартиру в свалку. Африканский хищник в ярославских снегах. Она была изъята в марте 2018 года у фотографов. Молодая львица уже нашла контакт с ярославским львом. Зоопарк представил нового обитателя. В эфире итоговый выпуск программы «День в событиях». В студии Павел Волков. И мы продолжаем. Жители домов на Московском проспекте и улице Калинина в Ярославле возмущаются. Пешеходный переход через оживленную магистраль закрыли. Люди уже готовят коллективную жалобу. Однако на другой чаше весов нечто большее. Наши корреспонденты узнали, почему брали зебру. По заметенному тротуару с тяжелыми сетками. И так каждое утро и каждый день. Пожилые люди из многоэтажек на Московском проспекте и улице Калинина в Ярославле сильно недовольны. В конце января пешеходный переход через оживленную магистраль закрыли. Там вообще напрямую удобно. Идешь меньше времени и без опаски. Здесь идешь, там поворачивают. И вот здесь даже неудобно. И очень долго идешь. Камни в огород городских властей летят в основном от пожилых. Пенсионеры говорят, путь от магазина до дома стал длиннее метров на 200. Ровно столько от закрытого до действующего пешеходника. Убеждают, стало опасно. Одна старушка уже погибла. Погибшая уже нарушала правила дорожного движения. Пенсионерка обогнула ограждение. И пока Московскому проспекту горит красный, решила перебежать в магистраль. Но не учла, что машины начали двигаться с улицы Калинина. Заместитель директора департамента городского хозяйства рассказывает, пешеходник просуществовал здесь больше 50 лет. Владимир Бабков хорошо помнит, как в середине 70-х переходил по нему вместе с мамой. Тогда машин было гораздо меньше. А сейчас по магистрали за час проходит около 5000. Люди страдали на перекрестке каждый день. Совместно с ГИБДД и по плану, утвержденному мэрией города Ярославля, данный пешеходный переход был ликвидирован. И были демонтированы знаки, были зашиты проходы на протяжении пешеходного перехода и демонтированы секции светофорного объекта. Это не единственный закрытый переход на Московском проспекте. По осени зебру убрали на пересечении с другой крупной магистралью проспектом Фрунзе. Местные жители также негодовали, хотя до действующего пешеходника было не так уж и далеко. Решение же было принято для безопасности. Аналогично и с переходом на перекрестке с Калинина. Московский проспект на пересечении с улицы Калинина является местом концентрации ДТП более 5 лет. Госавтоинспекцией в целях ликвидации мест концентрации ДТП разработан перечень мероприятий и согласован с собственником уличной дорожной сети, департаментом городского хозяйства в мэрии города Ярославля. Для создания безопасных условий для движения пешеходов, исключения пересечения транспортных и пешеходных потоков в одном цикле светофорного регулирования, собственникам уличной дорожной сети 17 января принято решение о ликвидации пешеходного перехода. В мэрии пояснили, прорабатывались и другие варианты, в частности подземные или надземные переходы. Реализации помешали дома, они слишком близко к магистрали, а также стоимость установки надземного пешеходника обошлась бы городской казне приблизительно в 25-30 миллионов. Разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло 11 февраля в районе 7 вечера в Ярославле на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. Требуется установить марку и госномер автомобиля, совершавшего поворот на улицу Гагарина с нарушением правил дорожного движения и спровоцировавшего ДТП с участием автомобиля Мазда. Если вы проезжали мимо и у вас есть запись с видеорегистратора, просьба сообщить по телефону, который видите на экране, либо позвонив в редакцию нашего телеканала. С помойки без вещей не уходит. Пенсионерка из поселка Ишня Ростовского района завалила хламом всю свою квартиру. Теперь у всех жителей подъезда в соседях тараканы и мыши. Что делать в такой ситуации, Дарья Кос расскажет. В квартиру, из которой то и дело бегут мыши и тараканы, соседи пытаются прорваться уже не первый раз. Хозяйка упорно держит оборону, но после долгих уговоров капитулирует и соглашается показать свои сокровища из мусорного бака. Вот оно с помойки, вот что я ношу, сейчас я тебе покажу. Вот эти цветы я принесла, вот эту собачку, вот эту шапочку, вот этот шарфик. Это что, мусор, что ли? И такого богатства в Двушке наберется несколько тонн. Комнаты буквально забиты мусором от пола до потолка. Кругом тряпьё, коробки от еды, старые журналы и игрушки. Как следствие, тараканы, мыши и клопы. Ароматы в Двушке тоже соответствующие. От них страдают все жильцы дома. У меня стоит дихлофос. Мне приходится им пользоваться почти каждый день. Несмотря на то, что я асматик, что я состою в Ярославле, в областной больнице на учёте, я хожу постоянно с ингалятором. Вооружившись дихлофосом, живут и соседи на втором этаже. Рассказывают, собирательница мусора раньше работала на котельной. Лет 20 назад там в её смену случилась авария. После этого у женщины и появилась тяга к странному коллекционированию. Я когда заехала сюда, это было два года назад, я всё выкидывала от старых хозяев. И она в этот же вечер всё это с помойки тащила всё сюда. У меня из-за этого в квартире тараканы. Мышь была, ладно, её кот словил. А так это неприятный запах. И этим мелок Машенька только спасает. Ежедневно на протяжении 20 лет женщина носит пакеты с мусором именно в эту квартиру. Местные бьют тревогу, обращались и к пожарным, и в надзорные органы. Но больше всего просят о помощи, направляли в местную администрацию, которая, к слову, находится за стеной от плохой квартиры. В кабинетах администрации о горе соседки тоже наслышаны. Неприятный запах доходит и сюда. Но сделать с пенсионеркой ничего не могут. Мы занимаемся чисто имуществом и юридическим отделом. К нам тараканы не прибегали. Мы не видели ни разу тараканов. Но запах, сами понимаете, не очень хороший. Глава посёлка Ишни Ростовского района также в красках рассказывает, что видел пенсионерку на помойке и не раз. Но квартира приватизирована, а официальных бумаг с жалобами от жильцов не получал. Устные просьбы, видимо, не в счёт. А чего с ней сделаешь? Вот что с ней сделаешь? Говорит, бабля, что ты здесь делаешь? Вот здесь, видишь, моток ниток достал, кофточку хорошую ещё достал. Я говорю, зачем тебе? Так пригодится мне, всё пригодится. Сейчас есть специальное обращение средств массовой информации, будем заниматься. Выяснилось, пенсионерка стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. У неё есть двое взрослых сыновей, которые время от времени её в этих завалах мусора навещают. Но к специалистам не ведут. А ведь медпомощь необходима. На начальных стадиях это излечимо. На более поздних стадиях, тут, конечно, прежде всего мы обращаемся к родственникам, которые должны бережно, аккуратно разгребать среду, очищать среду. А эксперты в сфере ЖКХ в свою очередь поясняют. Если хозяйка не наведёт порядок в своей квартире, то её может и лишиться. Орган местного самоуправления вправе выйти с исковым заявлением в суд о том, чтобы выселить вот такого жителя с последующей компенсацией. Случаев принудительного выселения в нашей области пока ещё не было. Сладельцами всегда удавалось договориться. Возможно, и в этой истории будет счастливый конец. Сейчас женщины готовы предоставить медпомощь спецучреждении Ярославля. Дарья Коз, Сергей Мазилов, День в событиях. Добро согревает. Такое название получил второй этап всероссийского конкурса на лучшего сантехника. Он проходит сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Ярославле. Команда конкурсантов-профессионалов на благотворительной основе заменила всю сантехнику в квартире ветерана Великой Отечественной войны. Все подробности в нашем следующем сюжете. Я в Галичи в основном жил и очень любил озеро. Бывали там, пролетали непостоянно лебеди. Вот этот момент я хотел утворить. Сколько подобных картин написано за всю жизнь, и Николай Смирнов ответить затрудняется. Рисует столько, сколько себя помнит. От 100-летнего юбилея ветерана отделяют всего два с небольшим года. Но о страшных событиях войны сложно забыть даже спустя столько времени. Потери были страшные. Серьезно ранило, долго лечился. Ногу свело крючком. И врачи ничего не могли сделать. Сын ветерана Юрий гордится не только его заслугами перед родиной, но и отцовским талантом художника. Благодаря ему любой желающий может познакомиться с творчеством Николая Смирнова на выставках в одном из домов культуры. В общем-то это его спасает. Вообще увлеченный человек это здорово, это красиво. Я уже говорил, что ему не нужно коллектива, не нужно общения. Он вот вдвоем. Он и картина, он и искусство. Ему уже этого достаточно. Заслуги Николая Смирнова оценили не только родные. В год 75-летия победы участники Всероссийского чемпионата «Лучший сантехник» команда управдома Заволжского района сделали ветерану подарок. В рамках второго этапа чемпионата им стал благотворительный проект «Добро согревает». Профессионалы сантехники заменили износившееся оборудование в квартире пенсионера и проверили другое сантехоборудование в квартире. С работой справились быстро и качественно. Интересно устранять какие-то неполадки на водопроводе, на стояках водопроводных. Нужно помогать ветеранам. Благодаря им у нас мирное небо над головой. Финал Всероссийского конкурса «Лучший сантехник» пройдет в апреле в Челябинске. Команда победителей получит приз. А пока подарок. Пирог в честь предстоящего Дня защитника Отечества управдом вручил ярославскому ветерану. Никита Белохвостов и Евгений Бушуев. День события. Фото модели из столицы переехала в Ярославский зоопарк. Новая обитательница львица Сима уже обживается в своем вольере. Ей всего два года. Несмотря на непростое прошлое, находится в отличной физической форме. Львицу изъяли у столичного фотографа и поместили в Центр реабилитации диких животных в Москве. По итогам конкурса определилась и ее судьба. Она станет парой для льва Яроса. Они уже познакомились, увидела африканскую невесту и наша съемочная группа. Она молода и игрива. Он серьезен и невозмутим. Белый лев и африканская красавица палевого окраса. 11-летний Ярос держится, как и полагается, по-царски. Двухгодовала Сима в душе еще котенок. С удовольствием отдается забавам и играм. Не робеет и перед избранником. Он поставил ее на место, что он здесь хозяин, а не она. Она это все поняла, умная. И когда мы выпустили на улицу, он даже не злился на нее. Они просто гуляют, бывают сами по себе. И он относится к ней, скажем так, к ребенку еще. Она хочет с ним заигрывать, поиграть хочет. И он относится к ней, как к ребенку. Знаете, укусить вроде не укусишь. И надоело вроде со своими игрушками. Развлечений у Симы достаточно. Любит и конус погонять, елку потрепать, да и просто в снегу поваляться. Кушает с аппетитом по 6-8 кило мяса в день. Сама весит около центнера. Просторный вольер, теплое помещение, комфорт и безопасность. Решили вопрос проживания Симы в пользу Ярославского зоопарка. Львица попала тоже к нам не случайно. Были конкуренты. Но наши условия с содержанием животных. Предоставление им достаточно большого вольера с обогащением средой. И обеспечение благополучия этих животных позволило нам получить и соединить, и создать вот эту пару. Сейчас мы будем наблюдать о том, как эта любовь будет происходить. Это будет целая история еще. За историей Симы и Яроса будем наблюдать и мы. Любовь впереди. А пока она радует с новому дому, началу белой полосы в ее жизни и белому красавцу Льву. Он, похоже, тоже счастлив. Ведь одиночество теперь позади. Ксения Старцева, Сергей Мазилов. День в событиях. Испытания космонавтов проверяют на себе, а еще законы физики на практике, пробуют VR-игры и изучают особенности других планет. В Ярославле открылась выставка роботов и космических технологий. Как почувствовать себя в невесомости и похудеть сразу на 20 килограммов, узнала Наталья Антонова. Испытания гироскопа молчаливо редко кто проходит. Тренажер для тренировки вестибулярного аппарата космонавта заставит не только покричать, но и почувствовать себя в невесомости. На нем, получается, три оси. Он кружится, все три оси по-разному. И ощущается, как будто у тебя нет веса. Вестибулярный аппарат потренировали. Теперь проверим его способность к перегрузкам. Туннель-вортекс со звездным небом моментально вскружит голову. Как будто мир крутится. У школьницы Кати голова не кружится, но волосы дыбом стоят. Еще бы, уроки физики в школе еще не начались. А принцип статического электричества уже проверяют на практике. Пока не все понятно, но очень интересно. Возникает статическое электричество, Катя. Да, вот статическое электричество. Поэтому волосы заряжаются и встают дыбом. Да. А вот маленькая Дарина с интересом прыгает с планеты на планету. И недоумевает, почему на Земле весит 20 килограммов, а на Нептуне аж 53. Почему она на других планетах такая тяжелая? Все дело в силе притяжения. Чем она меньше, тем легче оторваться от планеты. Да и сам человек хорошо теряет в собственном весе. А вот на Нептуне, напротив, сразу ощутимый плюс на весах. Конечно, больше всего нравятся интерактивные развлечения, интерактивные игрушки. Дарина очень любит такое. И вот ей очень понравилось, что можно в таких тяжелых ботинках походить. Вот как раз вес вот этот 53 килограмма, она на себе почувствовала, как будто походила по Юпитеру. Очень интересно, что можно включиться вот непосредственно в эту игру. Вот я когда ходила, меня прямо притягивало вон ботинком. Притягивают к себе не только Нептун, лазерный квест, зона виртуальных и интерактивных аттракционов и огромное количество роботов. Все это про новые технологии. Будущее уже наступило, и виртуальная реальность прочно вошла в нашу жизнь. Наталья Антонова, Денис Сахаров. День в событиях. Локомотив несет кадровые потери. Железнодорожники остались без защитника Даниила Миссюля. К тому же форвард Григорий Денисенко, вероятнее всего, покинет команду после этого чемпионата. Далее поговорим о спорте. Локомотив несет кадровые потери. Железнодорожники остались без защитника Даниила Миссюля. 93-й номер ярославцев выбыл из строя до середины марта. Оборонец получил травму 3 февраля в матче с московским «Динамо» и теперь точно пропустит первый раунд Кубка Гагарина. Тем временем из воронежского «Бурана» фармклуба «Волжан» в ВХЛ вызван вратарь Даниил Исаев, защитник Максим Афанасьев и нападающий Владислав Червоненко. А нападающий Григорий Денисенко, вероятнее всего, покинет локомотив после этого чемпионата и отправится в клуб НХЛ «Флорида Пантерс». Об этом сообщает интернет-издание «Бизнес онлайн». Есть вероятность, что Денисенко присоединится к «Пантерам» еще в этом сезоне, если локомотив рано закончит борьбу за Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне 14-й номер железнодорожников забросил 5 шайб и сделал 4 передачи в 32 встречах. А в начале января вместе с молодежной сборной России в роли капитана команды стал серебряным призером чемпионата мира. Отмечу, летом 2018-го Флорида выбрала Денисенко на драфте НХЛ в первом раунде под общим номером 15. Между тем, экс-защитник локомотива Александр Елесин на этой неделе дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Уроженец Ярославля, ныне выступающий за Калгари Флеймс в матче с Лос-Анджелесом, нанес два броска и сделал два силовых приема. Игровое время защитника составило чуть более 10 минут. Усилей Елесина для победы не хватило. Флеймс уступили 3-5. Такое получилось и эта неделя. Все самые яркие моменты наши корреспонденты сняли для вас. Следите за новостями вместе с первым Ярославским. До встречи в эфире.